а вот так выходит смотрите выходит мускатный шалфи шалфи мускатный какими листиками я еще здесь не убиралась это у меня получается все ароматравы я уже говорила как-то они все у меня растут либо на торце у грядки либо за грядкой здесь мускатный шалфи еще раз вам показываю листики красивые какие потом дальше любистук а потом за ним идет за ним идет тархун тоже вот так я щипаю его уже уже щипаю я уже говорила о каком-то видео в том году вот эти верхушечки они очень мягенькие и когда кто любит поесть раннюю зелень очень хорошо куст растет высоким я потом вам покажу а весной он мягенькие верхушки мягенькие пожалуйста у кого есть можете принимать в пищу витамины а эту грядку я уже посеяла прошлогодняя рукола у меня здесь у меня рукола многолетнюю в этом году посеяла вы знаете она хорошая мы уже едим и ем щипаем и щипаем ее а здесь так то редиска редис посади посеяла потом этот шпинат салат это редис видно что выходит это я не пойму что выходит но здесь салат шпинат и укроп по моему я села а вот на торце то что я говорила здесь чабрец или тимьян а там не риса здесь у меня здесь у меня клубничка еще есть не приводил его порядок а на этой грядке душица орегано и тоже тимьян вот так по краешку травки ароматравки это я вам показала там где мелиса здесь у меня лучок шнит он очень красиво цветет он годится как и на еду как и пищу так и как бы цветники можно подсаживать тоже хорошо хорош собой а здесь у меня материнка тоже душица только немножко другая она такая рыхлая видите какая рыхлая но у них вы ее много сортов там вообще на она конечно а это мы вырвали вы выкопали надо выбросить выкапывали зайчий холодок такие корневища уже невозможно было очень старый куст был так мы выбросили потом подсохнет потом выбросим а здесь лучок населся шнит тоже надо выкопать и оставить только материнку душица или материнка мы так покажу хочу показать вам кто недавно посеял лафант и не знает как он выходит обратите внимание это лафант чтобы вы знали как он появляется из земли это лафант потом еще что-то хотела вам показать очень поздно из земли выходит сейчас выйдем каменистого садика выходим и я покажу вам как выходит из земли плате кодон может быть у кого первый год потому что когда первые первые плате кодон кто же покупает и высаживает осенью и не знает как он выходит ждут посмотрите вот это плате кодон все уже обратите внимание все давно уже вышло кроме конечно же гибиску гибиску сатрионистого а плате кодон только-только показался поэтому рыхлить как я говорю нельзя если у вас где-то есть что-то посажено то что вы не помните лучше не рыхлить видите я здесь не рыхлила ничего я ждала жду пока что-то повыходит остальное мелиса давным-давно вышла дельфинюм тоже а плате кодон только-только показался вот так так что раньше времени сапу брать в руки не нужно покажу еще раз как выходит из зимы лафант вот лафант там где можно оставлять на зиму палочки вот так вот смотрите теперь уже можно конечно их убрать которые убираются которые убираются я убираю подхожу но лафант и тут же рядом где-то взялись уже лилии потому что лафант я оставляю он бывает он не бывает он насевается и я там где мне нужно я оставляю а там лилия росла наверное и все ну ничего посмотрим лафант может лафант выносит пересадку нормально я даже как-то летом переносила его сантиметров 40 был переносила пересаживала с места на место лафант я вам показала а вот самосейка лафанта вот это самосейка сейчас ближе покажу видно наверное самосеечку здесь тоже но это я все буду убирать то что мне не нужно я потом у меня фокина я уже говорила я фокина тоже самосейка это лафант так что я еще жду жду наверное вот здесь должен был где-то быть тоже плате кодон но его пока нет но палочки какие то вот есть поэтому поэтому так поэтому ждем здесь тоже какие то палочки это все я как бы не убираю осенью сильно под под на уровне земли не срезаю для того чтобы хотя бы знать что здесь что-то должно быть я вам все показала наверное достаточно уже сад преображается немножко затягивается немножко затягивается красоту как бы вся здесь все зелено все лучше и лучше все было бы хорошо если был свободный вход и выход на дачу как бы захотела приехала захотела уехала а так а так ничего все будет хорошо еще хочу с вами поделиться такой вот можно сказать радостью это это анимона и она у меня ранее весной вышла вышла ранее весной и начала вот посмотрите это все пропало она примерзла я даже звонила не не брусник это жена мне дала ее когда я была у нее в гостях я не не брусник звонила печалью такой мой у меня анимона замерзла что будет она говорит не переживайте все будет хорошо и правда посмотрите отошли вот это новый листик этот листик этот это все это понимаю уже засохла вон там тоже идет листик она же у меня получается не на брусник мне в том году весной дала в мае поэтому я не понимаю как она развивается кстати это ее гехера тоже красотка она была я вам показывала ее раньше немножко она была такая вон старые листики а теперь она я наш как салатово-зеленая такая будет очень красивый цвет но это зимние зимы вышли листики такие а теперь она уже показывает свою красоту но анимона слава богу отошло вот она так что я немножко успокоилась когда новый цветок тем более у меня один кустик всегда нужно иметь вот если у вас есть новый цветок делите сразу ну не сразу конечно же но поделить нужно вот я может быть осенью поделю его почему потому что нет гарантии то что это растение никто не съест это растение не замерзнет если у вас будет в нескольких местах то никакой майский жук я думаю но не успеется сожрать потому что они вот именно жирают наше растение не съедают поэтому я стараюсь размножать их больше почему у меня то там то там цветы но потому что нет уверенности что цветок какой-то выйдет из зимы поэтому сажаю в разных местах у нас очень много майских хрущей этих майских жуков личинка есть всего подряд подъедает стараюсь размножать таким образом так что не ждите пока у вас большой куст вырастет лучше разделите на две части ближайшее время и у вас будет в двух местах зато будет вероятность того что он не пропадет так как у меня этот кустик один я конечно же немножко нервничала потому как не хотелось с ним прощаться он меня порадовал я говорю осенью постараюсь поделить потому что ну потому что вот так я вам говорила уже что все растения чувствуют себя по-разному так же как обратите внимание здесь шиловидный флокс но здесь всегда тень от домика ну практически ввозе западное солнце немножко здесь шиловидный флокс еще не цветет там сейчас пойдем туда это это у меня цветник на шести квадратных метров и здесь больше тени домик закрывает здесь такой теневик можно сказать теневой цветник и все по-разному поэтому сажать нужно вот анимона если бы она вымерзла в этом месте то в другом месте она могла не успеть проснуться соответственно она бы не вымерзла поэтому нужно сажать две или ну и больше и при том в разных местах в разных цветниках чтобы было наверняка что там если проснется растение то она не замерзнет а здесь уже так ну вот что то я хотела же думаю куда я вас веду а здесь и солнышко больше и здесь только просыпается только-только начинает вон там зацветать желовидный флокс но здесь не целый день солнышко а там где под орехом там целый день солнышко такая вот такая вот подсказка